Кто из мальчишек не мечтает водить паровозы, автомобили, корабли? Только одни, вырастая, находят новые идеалы. Другие, сохранив верность детской мечте, едва зажидаются окончания восьмого класса. Эти молодые москвичи, будущие железнодорожники, учатся в среднем профессионально-техническом училище номер 129. Преимущества ПТУ перед школой. Во-первых, преимущество такое, что в ПТУ получаешь сразу среднее образование, профессию. И, может быть, профессию не столько хорошо здесь изучаешь, что ты становишься буквально специалистом своего дела. Но когда приходишь на производство после ПТУ, ты уже имеешь какое-то представление о том, что ты, в общем, втянут в общее дело по производству и полезных вещей для всей страны. Ты начинаешь чувствовать себя рабочим человеком. Ты умеешь трудиться. Ты знаешь, что ты сможешь делать очень много. Взрослые отношения складываются. Нет, взрослые отношения складываются. Просто человек морально растет. Ты очень, ребята, взрослые. Ты потом приобретаешь гордость уже. То, что ты действительно изучаешь профессию. То, что ты становишься, как говорится, в одну линейку с рабочим классом. Ты уже знаешь, что ты хозяин своей судьбы и что у человека все в своих руках. Вот чем нравится, Слава, профессия? Она, во-первых, квалифицированная такая профессия. Вот чем, Ана, ведь вы же пришли. Нужны профессии. Нравится машина, нравится техника. Нравится машина, нравится техника и хочется ее водить. Вспомним, как начиналось. Этот указ от 2 октября 1940 года учредил государственную систему профтехобразования. А еще раньше был декрет. Был ленинский призыв о соединении обучения с производительным трудом молодого поколения. Из сел, из далеких окраин, с мечтой о владении техникой, собирались молодые люди в первые ФЗУ, называемые тогда ленинскими школами, чтобы влить свой труд в труд своей республики. Так начиналось. Дистанция в 40-50 лет. Урок физики в одном из московских средних профессионально-технических училищ. Потом будет урок черчения, урок химии. И все-таки это еще не норма, не средний уровень. Такие классы не в каждом училище. И не каждая пока дает вместе с профессией среднее образование. Однако прогресс здесь настолько стремителен, что можно с уверенностью утверждать, это завтрашняя норма. Прежде всего, потому что без высокого уровня образования, без широкого кругозора, без творческого подхода, немыслим завтрашний рабочий, специалист. Без такого образования ему просто невозможно будет справляться с новой техникой. Сейчас в Москве более 100 средних профессионально-технических училищ. Один из классов ПТУ при автозаводе имени Ленинского комсомола. Путь к овладению техникой пролегает ныне уже через такие аудитории, оборудованные электронными обучающими машинами, через самостоятельность рассуждений. Вы когда не скучали выходной день в училище? Долго в отпуске очень трудно находиться. А тут какое-то воскресенье и кто бывает тяга? Да. Быстрее бы понедельник. А на каникулы? А на каникулы это вообще аудитория. Ну нет, первую неделю так отдыхали, ничего. Да, так и потом уже все время, как скорее бы училище. Но почему-то в училище тянет лучше, чем в школе. Во-первых, в школе еще мы дети были. До восьмого класса с детскими представлениями ничего еще даже не значили. В себе ничего еще не знали. На втором курсе уже стали больше понимать, что в жизни нужно, что для нее нужно. Надо просто приводить школьников и в цеха, в депо, в мастерские, показывать им, как учиться. Вот именно сам процесс. Профессию ведь просто словами не расскажешь. Надо им показать, чтобы увлечь чем-то. Ведь знание начинается с любознательности, а потом будет у них тяга к этому. Будут в училище приходить. Знания действительно начинаются с любознательности. Первые ученики пришли сюда в январе 1922 года. А сегодня уже подготовлено более 20 тысяч квалифицированных железнодорожников. Каждый третий работник Московского железнодорожного узла выпускник этого училища, лауреата премии Ленинского комсомола. Много лет руководит училищем Виталий Прокофьевич Назимов. Каковы же основные направления и тенденции в нынешнем профессионально-техническом образовании? Всестороннее совершенствование урока – основной формы учебно-воспитательного процесса. Развитие творческого мышления и работу учащихся по принципу «не запомни, а докажи, реши». Формирование уверенности и целесообразности в получении рабочей профессии. Приведите любви к избранной профессии. Об этом же шла речь на недавнем учительском съезде в Москве. Единство обучения и воспитания. Развитие мышления, фантазии, интуиция. Подготовка рабочей смены – грамотной, творческой, талантливой. ПТО давно переросли свою первоначальную задачу – обучение специальным навыкам будущих телеграфистов, слесарей, сталиваров. Речь идет о более высокой цели – подготовке специалистов, способных творчески участвовать в производительном труде. Воспитание гражданственности, чувство ответственности. И воспитание отношения, вкуса, если хотите, артистизма в работе. Поэтому наставниками ребят становятся не просто хорошие специалисты, а мастера своего дела. Будущими швеями руководит Валентина Константиновна Горшкова, чье мастерство люди называют искусством. А о будущих слесарей на Дорхим заводе наставляет Александр Степанович Башилов, ведущий конструктор, автор многих изобретений, давших государству миллионы рублей экономии. Валентина Константиновна Горшкова Валентина Константиновна Горшкова Валентина Константиновна Горшкова Валентина Константиновна Горшкова проходит их практика. Здесь же держат они экзамен. Экзамен на аттестат профессиональной зрелости. За порогом училищ ждут рабочую смену московские заводы, стройки, фабрики. И ждет каждого выпускника то единственное дело, в котором ощутил он свое призвание, в котором он жаждет испытать истинную сладость успеха. Валентина Константиновна Горшкова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова